Всем большой привет! Сейчас мы нарисуем шиповник. Я беру лист по палитру и тонкую кисточку, единичку. У нас будет три ягодки. Зеленый цвет мне нужен. Капнула водичкой нечаянно. Одна веточка будет идти таким образом. Рядом вторая. Давайте сделаем третью веточку. От них будут идти листочки. Желтые, зеленые, достаточно сухие, в разные стороны. Сюда сделаем веточку. Теперь кисточку потолще возьмем. Им красный цвет. Сразу прорисуем плоды шиповника. Такой осенний вариант у нас уже будет. Порисуем овал. Листочку я вымываю. Здесь у нас будет посередине почти что блик. Аккуратненько нужно сделать форму. Он немножко вот здесь вот можно сделать поострее. Скажем так. Таким образом. Подсобрать можно. Дальше следующую рисую ягодку. Здесь следующая. Так, 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 так. Достаточно остренькая, да? Вот сюда. А здесь блик. И здесь будет третья ягода. У меня все примерно знаковые порезня получились в середине. Вот такая яркая светлая часть. Вот кисточкой мы ее вот так сделаем, да? Пройтись по ней, чтобы она сильно не выделяла. Вот. Теперь симпатичнее. Далее я беру кисточку тоньше, которая у меня единичка. Коричневый цвет. И нарисуем вот эти вот сухие части, которые есть у характерной. Так. Ну, собственно, растение. Это у меня зависло на полпути. То есть может там потоньше, да? Быть. Достаточно острые. Вот эти вот лепестки. Где-то они уже отвалились. Такие вот. Ну, потом по тене, конечно, мы еще сделаем, да? Вот здесь точно. Такого плана. Так. Продолжаем рисовать наш шиповник. У нас уже здесь есть свет. Образовался полутень. И нужно такой вот тенюшки делать поконтрастнее. Вот коричневый я добавлю сюда. И вот здесь под тем... Ой, слишком яркий, да? Конечно, я взяла цвет. С водичкой разбавлю. Вот здесь будет темнее. Вот сюда можно какие-то тенюшечки добавить. Здесь будет потемнее, да? Сейчас водички добавим. И аккуратно сделаем такой плавный переход. Вот таким образом. Так еще раз надо пройтись. Вот эти вот резкие всякие штуки. Я убираю. Так, здесь хочется... Ой, каплю. Чуть не капнула. Потемнее немножко сделать. Такие вот все эти какие-то элементы. Вот сюда добавить. Пока что мы это оставим. Интересно, я пройдусь вот по веточке. Да, вот здесь вот туда. Темнее. С нижней стороны. Ну, вот это верхняя, то нижняя, да? Вот здесь вот по веточкам можно пройтись. Собственно, тут. И вот с этой стороны тоже самое. Проходим здесь вот место крепления. Дальше порисуем. Ну, шиповник, как у розы, да? Да, у него такие листья остренькие, с зубчиками. Вот такие вот веточки я намечу, да? Где-то крупнее, где-то меньше будет. Вот здесь нужно тоже листики сделать. Чтобы прорисовать листики, я возьму кисточку потолще. И я возьму желтый цвет. Добавлю зелененького такого. Такими движениями будем рисовать листики. Здесь вот листик. Потом резьбу мою, конечно. О, фактуру прорисуем еще. Что-то у меня листик такой не похожий получился. Сейчас я покрупнее тогда сделаю. Вот один листик. Сюда листик идет. Вот здесь у него такая вот резьба. Сколько у нас все-таки уже такая осенняя, да? Мы можем желтую сделать. Добавить сразу сюда. Возьмем коричневый цвет. Можно здесь сделать уже такой сухой лист. Вот с этой части, да? Здесь уже сухие какие-то листья торчат. Желтого цвета добавим сюда вот. И можно вот таким тоже количеством вратить по этой веточке, да? Поскольку она сухая. То есть для нее будут характерны вот такие тона. Ну, цвета. Дальше рисуем зеленые. Пока что, да, рисочки у нас еще есть зеленые. Вот, давайте сначала вот так рисуем. А потом уже поверху лучше делать резьбу кисточкой вот так. Подсыхает. Немножко желтенького можно будет, конечно, еще добавить. И вот здесь. Там, собственно, все то же самое. Зеленым закрашиваем листик. Вот тут яблоко мешается. Листик. И тут вот добавим листик. С такой вот резьбой. Тут поменьше листочек будет. Немножко желтенького добавим сюда. Вот такой вот. Ну, так, для фона просто. Если это будет открытка, да? Хочется что-то заполнить. Тут главное тоже не перепорщить. Вот что, это последний листик. Вот эта часть некрасивая, да, получилась. Сюда я тогда тоже придумаю какой-нибудь листочек. Вот так вот. А веточка будет идти дальше. Сейчас мы желтого добавим еще сюда. Немножко вот красок добавляю в эти места тоже. Теперь тоненькая кисточка. У меня есть ноль кисточка. Я прорисую на некоторых листочках. Буквально намеки в стену на фактуру. Вот так крепятся листочки у нас. Вот от них идет. Ну, конечно, листи у меня мокрые. Тут ничего особо не получится. Только вот по-мокрому рисовать. Такие вот рисунки на листиках. Здесь таким же образом. Так. Тут прорисую. Сюда. Так. Здесь то, что это сделаем. Сюда вот такое крепление приправим. Здесь тоже. Листики подправляем немножечко. Так. Ну, я думаю, что можно заканчивать. Немножко контраста. Вот здесь добавить. Такой алый цвет я взяла. Достаточно яркий. Буквально несколько штрихов им сделать. Можно посетить ли я где-то. Ну, посетили. Ладно, лучше, наверное, мне тут особо не трогать. Единственное, крепление листика. Да, тут такой у меня очень красивый. Видите? Вот внизу вот так все крепятся. Можно так, какие-то моменты так подправить. Вот вы уже пожелание делаете. Здесь, здесь, здесь. Вот такой вот шиповник осенний. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова